Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Кировским бюджетникам снова поднимут зарплаты. Это предусмотрено поправками в региональный бюджет, которые предложены на согласование ЗАГС Собранию на этой неделе. Бюджет получает дополнительно 2 миллиарда рублей. Больше половины суммы – это трансферты из федеральной казны. Почти 900 миллионов – это дополнительное поступление по налогам. По сравнению с доковидным 2019-м – рост 12%. Как отмечает в пресс-службе УЗС, бюджет изначально принимался с резервом, часть которого направят на повышение зарплаты для указных категорий бюджетников. Воспитателей, педагогов дополнительного образования, педагогов детских домов, а также для работников культуры, врачей, медсестер и соцработников. На это пойдет 300 миллионов. Экономика. На 101 АФМ. Фонду капремонта пообещали найти, наконец, эффективное руководство. Об этом заявил министр строительства, энергетики и ЖК Хакеровской области Игорь Селезнев на заседании комитета ОЗС по строительству. Сейчас на счетах фонда собрано почти 2,5 миллиарда рублей плюс миллиард – это долг кировчан. По мнению Селезнева, не каждый человек, который никогда не управлял такими деньгами, может правильно с ними справиться. Чиновник утверждает, что есть несколько кандидатов на должность главы фонда капремонта Кировской области. Будет объявлен конкурс. Руководители фонда в нашем регионе, напомню, сменяются чаще, чем раз в год. Сейчас гендиректора нет. Исполняет обязанности с сентября прошлого года Андрей Горечевский. Причем в этой должности он оказался уже второй раз. На полгода он передавал руководство фондом Роману Демонту, который, поработав в налоговой и в строительном бизнесе, решил попробовать себя в капремонте. Экономика. Завершение о валютах на сегодня. Доллар стоит 72 рубля 3 копейки. Официальный евро 87.35. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове.